Спасибо огромное, Татьяна Юрьевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, Елена Викторовна, Ольга Эдуардовна. Всем здравствуйте. Приветствую также всех, кто слушает и подключился к нам, к нашей сессии. Татьяна Юрьевна меня уже представила. Я врач-онколог, работаю на отделении гематологии и трансплантации костного мозга достаточно долго уже. И сегодня я постараюсь доходчиво и понятно рассказать о том, что же такое трансплантация и чего ожидать нашим пациентам от этого метода лечения. На сегодняшний день существуют два вида трансплантации. Это трансплантация аутологичных или собственных стволок ревитворных клеток и трансплантация аллогенного или донорского чужеродного костного мозга. Надо сказать, что трансплантация в гематологии – это на самом деле нечто иное, с чем мы сегодня привыкли ассоциировать это слово. Потому что когда мы слышим слово трансплантация, у нас почему-то это всегда ассоциируется с какой-то операцией, с каким-то хирургическим вмешательством, общим наркозом, длительным периодом, послеоперационным периодом. Но в гематологии это не так. В гематологии трансплантация – это, по сути, инфузия компонентов крови в организм пациента путем переливания. И на сегодняшний день, сейчас, в принципе, мы можем начать, наверное, с основного метода лечения – это трансплантация аутологичных стволок ревитворных клеток, которые являются золотым стандартом лечения пациентов с рецидивом и первично-резистентным течением различных лимфопролиферативных заболеваний, такие как лимфома Ходжкина, неходжкинские лимфомы, а также у пациентов с множественной мейломой. И когда к нам поступает в отделение пациент, который уже ранее получал лечение, ну, к примеру, по поводу лимфомы Ходжкина, и мы понимаем, что по результатам контрольного обследования у пациента, к сожалению, нет ремиссии, то есть он не излечился, в этом случае мы говорим о том, что ему показана другая терапия, а именно курс высокодозной химиотерапии с трансплантацией аутологичных стволовых кровиторных клеток. Это метод лечения, который включает в себя два основных этапа. Первый этап заключается в том, чтобы провести пациенту от двух до трех курсов противорецидивной химиотерапии, причем химиотерапии отличной от той, которую он получал ранее. Это необходимо для того, чтобы с одной стороны постараться уничтожить опухоль в организме пациента, а с другой стороны осуществить забор стволовых кровитворных клеток. Забор осуществляется путем процедуры лейкоцитофереза или, иными словами, кровосдачи, которая чаще всего длится от 4 до 5 часов. Затем после этой процедуры полученный материал проходит определенные этапы обработки и подвергается криоконсервации или заморозке. И второй этап трансплантации заключается в том, чтобы провести пациенту непосредственно курс высокодозной химиотерапии, который, по сути, консолидирует противоопухолевый эффект, который уже был достигнут на предыдущих 2-3 курсах противорецидивной химиотерапии. То есть, по сути, проведение курса высокодозной химиотерапии показано пациентам, у которых полный или частичный ответ по основному заболеванию. Смысл проведения этого курса заключается в том, чтобы пациенту провели химиотерапию, где дозы цитостатических препаратов во много раз превышаются стандартной. Именно это позволяет преодолеть резистентность и достичь у пациента ремиссии. Курс высокодозной химиотерапии, на самом деле, крайне токсичный, и в результате его проведения у пациента работа костного мозга на какой-то период времени прекращается. В результате этого клеточный состав крови меняется. Снижаются лейкоциты, снижаются тромбоциты, снижаются эритроциты, то есть основные компоненты крови, которые непосредственно участвуют в жизнедеятельности нашего организма. И дефицит вот этих компонентов крови может привести к развитию жизнеугрожающих осложнений. Это кровотечением, это анемиям глубоким, это развитию инфекционных осложнений различного рода, бактериальных, вирусных, грибковых и так далее. Все это, безусловно, является крайне опасным для наших пациентов и может привести к смерти больного. Если период дефицита клеток длится недолго, то чаще всего для пациента он проходит бесследно. Но если длительность этого периода превышает 7-10 дней, риск смерти больного увеличивается во много раз. Именно поэтому наши больные находятся в определенных условиях, под определенным наблюдением. И именно поэтому на фоне курса высокодозной химиотерапии осуществляется возврат ранее собранных стволовых кроветворных клеток, то есть родоначальников клеточных компонентов крови. Благодаря этому возврату клетки возвращаются в организм человека и начинают работу по восстановлению клеточного состава крови. И таким образом период дефицита клеток или период цитопении, так называемый, сокращается с 10 дней до 3-4 дней. И как раз-таки это и является основным терапевтическим эффектом курса высокодозной химиотерапии и трансплантации аутологичных стволовых кроветворных клеток. И здесь, скорее всего, не совсем верно говорить о трансплантации. Скорее всего, по сути, мы возвращаем ранее собранные клетки или, как принято писать в некоторых литературах иностранных, о том, что мы проводим курс высокодозной химиотерапии с поддержкой стволовых кроветворных клеток, собственных стволовых кроветворных клеток. Трансплантация аллогенного костного мозга – это гораздо более сложный метод лечения, где в качестве источника гемопоэтических стволов кроветворных клеток используется либо костный мозг, либо стволовые кроветворные клетки донора. Подбор донора костного мозга осуществляется всегда для конкретного пациента. Это крайне сложная процедура, которая производится по принципу тканевой совместимости донора и рецепиента или так называемых антигенов ОШЛЯ-системы. Здесь не надо путать с группой крови, потому что очень многие часто считают, что если у людей одинаковая группа крови, значит, они совместимы. Это не так. Значит, аллогенная трансплантация или трансплантация аллогенного костного мозга – это один из наиболее эффективных методов лечения заболеваний системы крови, а также многие злокачественные наследственные заболевания. И так же, как и трансплантация аутологичных стволов кроветворных клеток, трансплантация аллогенного костного мозга состоит из двух основных этапов. Первый этап – это проведение режима кондиционирования или, иными словами, курса химиотерапии, который также уничтожает частично или полностью костный мозг-реципиент. И второй этап заключается в том, чтобы провести, осуществить инфузию стволовых кроветворных клеток донора-реципиенту. В раннем посттрансплантационном периоде мы наиболее часто сталкиваемся с осложнениями, которые видим при трансплантации аутологичных стволов кроветворных клеток, потому что эти осложнения чаще всего связаны с тем, что клеточный состав крови в результате действия химиотерапии меняется и развивается дефицит компонентов крови. Это инфекции те же самые, это кровотечение, это возможные анемии. В позднем посттрансплантационном периоде, когда уже клеточный состав крови пациента восстановился, могут развиться иные осложнения, так как в организме человека в результате инфузии развиваются, образуются так называемые гемопоэтические химеры. То есть это комплекс, состоящий из собственных клеток рецепиента и клеток донора. Вот эти химеры с одной стороны инициируют противоопухолевый ответ против лимфомы, а с другой стороны могут приводить к развитию реакций, иммунологических реакций, такие как трансплантат против хозяина и реакция хозяин против трансплантата. Именно эти реакции в последующем могут привести к развитию жизни угрожающих осложнений, в том числе ухудшить непосредственно качество жизни нашего пациента. Поэтому больной, которому провели трансплантацию аллогенного донорского костного мозга в течение длительного времени, чаще всего около года, должен находиться под непосредственным наблюдением врача-онколога для того, чтобы он контролировал вот такие иммунологические реакции и путём назначения или коррекции иммуносупрессивной терапии. Ну, собственно, это всё.